Сейчас они в начале большого пути от малого водоема до этой специальной ванны, а дальше погружение в воды реки Волги. Мальки-стерляди, выращенные в тепловском рыбопитомнике, готовятся стать частью местной экосистемы. Сейчас им всего несколько недель от роду и чуть больше двух граммов веса. Погрузка для предстоящей транспортировки идет стремительно, на счету каждая минута, чтобы избежать потерь при транспортировке. Тепловский рыбопитомник уже много лет является местом, откуда пополняются запасы разных видов пресноводной рыбы. Одна из них – стерлядь, символ Саратова. Директор Николай Паснов для осетровых, что называется и за маму, и за папу, говорит, одна из задач, чтобы эти древнейшие представители их теофауны были не только на картинке, но и в реке. На гербуты есть, а в реке нет уже. Истощение пошло. Ну и нужно возродить эту популяцию. Популяции-то ее практически уже нет. Как бы вот там единицы. Местом выпуска молоди стерляди становится берег Волги в районе Чердыма. Пункт определен решением Всероссийского научно-исследовательского института пресноводного рыбного хозяйства. Традиционно процесс восполнения биоресурса финансируют крупные саратовские предприятия. В очередной раз в этой акции принимает участие Саратовское речное транспортное предприятие – лидер отрасли речных грузоперевозок в России. В рамках ежегодной акции экологической акционерное общество «Саратовское речное транспортное предприятие» выпускало молодь стерляди. Значит, была проведена погрузка на территории нашего давнего партнера Теплского рыбопитомника. Значит, в количестве более 10 тысяч штук стерляди. В этом году эта акция проводится на два этапа, делится. Значит, сейчас стерлядь осенью будет еще свыше 20 тысяч штук сазана, молодь сазана. Общий вес выпускаемой рыбы свыше 30 килограммов. Но, по словам Николая Паснова, процент выживаемости он определяет не менее чем 10% от общего количества. Это достигается предварительными условиями выращивания на этапах от икринки до готовой к пересадке в большой водоем особи. То есть мы провели инкубацию, и на третий, на четвертый день мы выпускаем в естественную среду обитания. И то есть разницы нет. Она уже там научилась питаться естественной кормовой базой, а сюда она уже пришла, она уже все это умеет. Мы на кормах, на искусственных кормах не выращиваем. Первые несколько минут мальки держатся у берега. Это объясняется временной дезориентацией. Но спустя время они исчезают в пучине и начинают покорять просторы Великой реки.